Во дворце спорта «Триумф» прошел новогодний праздник для членов клуба «Активное долголетие». Инициаторами и главными идейными вдохновителями выступили участники команды по скандинавской ходьбе «Торпеда». За новогодним праздником следила Луиза Егия-Зарян. Скандинавская ходьба – одна из самых востребованных и популярных направлений проекта «Активное долголетие». Жизненная позиция участников команды «Торпеда» полностью соответствует названию этой социальной программы. Они активны не только в спорте, но и в общественной жизни и жизни своего коллектива. Мы участвовали и 9 мая. Мы делали масленицу. Мы встречали Новый год. Причем Дед Мороз и Снегурочка у нас были свои, доморощенные. То есть это уже история. История нашего, я даже бы сказала, клуба скорее, чем просто спортивной секции. В этом году спортсмены тоже организовали праздник в честь Нового года. Он стал самым массовым за всю историю команды «Торпеда». За три года количество занимающихся скандинавской ходьбой выросло с 12 до 100 человек. Очень много новеньких приходит. Меня это очень радует. То есть люди приходят, находят для себя интерес, находят круг друзей. И меня это очень радует. То есть мы идем в рамках задач, которые ставит руководство города по массовому спорту. Перед нами поставлена задача сделать спорт массовым. И вот наша команда является как раз примером. Мы показываем пример, каким образом можно жить, выйдя на пенсию. Самым активным участникам клуба вручили подарки от губернатора Московской области. Сувениры получили 25 человек. В праздничной программе поздравления от главных новогодних волшебников, детских творческих коллективов, а также фуршеты и дискотека 80-х. Луиза Игазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.